Эта статья трансключена в статье 2008 года и календарь выборов 2008 года. 5 января в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Михаил Саакашвили. Одновременно в Грузии состоялся референдум по вступлению в НАТО, на котором 70% населения высказались за вступление в Альянс. 20 января в Сербии состоялся первый тур президентских выборов, в котором победил Тамислав Николич. Во втором туре, прошедшем 3 февраля, победу однако, с перевесом голосов менее 3%, одержал Борис Тадич. 11 марта из-за разногласий по поводу реакции на провозглашение независимости Косова президент Сербии назначил досрочные парламентские выборы на 11 мая. Победу на них одержал проевропейский блок за европейскую Сербию Бориса Тадича. Главной интригой выборов 2008 года стала президентская гонка в США. 5 февраля состоялся супер-вторник, это день выборов делегатов на партийные съезды в США. 4 июня в ходе предварительных выборов кандидатом в президенты США демократической партии был избран Барак Обама. Хилари Клинтон, проигравшая голосование, объявила, что намерена баллотироваться в вице-президенты. От республиканской партии был выдвинут Джон Маккейн. Собственно выборы прошли 4 ноября, 44-й президентом стал Барак Обама. 19 февраля состоялись президентские выборы в Армении на выборах президента России, прошедших 2 марта. Победил Дмитрий Медведев, преемник Владимира Путина. Президентские выборы на Тайване прошли 22 марта. Победил лидер тайваньской оппозиции 57-летний Майин Цзю. 25 мая парламент Ливана избрал Мишеля Сулеймана президентом Ливанской республики. 28 сентября тихо и незаметно, без лишней помпы прошли парламентские выборы в Беларуси. 8 октября в результате затянувшей гостя парламентского кризиса президент Украины распустил парламент. Дата вне очередных выборов сперва была назначена на 7 декабря, 20 ноября выборы были перенесены на 14 декабря, а затем отложены на неопределенный срок.